Он говорит тебе, когда ты встречался с глазами, в глазах каким-то человеком, говорит, что он не приходит, ты собирался здесь, как сух, молился, не понимал, что с тобой происходит, но пах, что-то внутри. Бог говорит тебе, он не только везде сущий, он еще все закрытый. Он скрывается в простых вещах, он скрывается в простых словах, он скрывается в улыбке ребенка, он скрывается где-то на кухне, ты встретился, встретился взглядом с поваром, посмотрел в глаза, шерстлил глаза шерстовара, какие мне глаза. Ты понимаешь, что там Мария служит, там не Марфы собрались, ты видишь действия Божьих про Марию встать. Вы помните? Вы помните? Все, Петр собрал литургию уже, все подготовились, из пасхального акта, зарезали, все, все, все было готово, расписание, все. И вдруг Маша прибегает, Маша прибегает к опошкам, все растрепанные, сосуд разбивает, посчитает плакать, разливать на ноги Христа, на его голову. Маша, которая сидела у ног, ее там шпняли, что ты на кухне не помогаешь? Мария. И вдруг Христос говорит, оставьте ее, потому что ребята, Петр, остальные, они говорят, почему можно было это масло продать за 200 гинариев? Там Иуда подсчитал уже на калькуляторе. Давайте, может, тряпочку соберем, выжмем. Она все это разлила, то, что у нее было, то, что она накопила для жениха своего. Разбила. Он говорит, оставьте, оставьте ее, оставьте, оставьте ее. Она сделала это. Она дубое дело сделала для меня. Она предварила помазать тело моим погребением. Она увидела Отца Творящего. Отца Творящего, который помазал Христа. Отца, который приготовил пасхального админца. Это во-первых, что есть земли Духа Святого. Это сила святения. Она единственная женщина, тех, кто пришла ко гробу. И вот она сделала это. И он сказал то, что она сделала. И где бы не проповедовалось Евангелие? Он не договорился о том, что она сделала. Что она сделала такое? Что мы не понимаем, что она сделала? Она сделала пророческие действия. Он увидел Отца Творящего и сделала так же. Он хочет, чтобы мы творили пророческие действия. То, что он твое полно. Он хочет, чтобы твое не будет. Он обращается к тебе сегодня. Обращается к твоему сердцу. И говорит, я хочу, чтобы ты был, как эта Мария. Я хочу, чтобы ты был, как пророк Елемен. Молодой парень. Молодой пацан. Родился в непростые времена. Израиль пережил. Пережил вроде как он у нас в 90-х. Качнуло. Открылись церкви. Пошло пробуждение. Редактор субтитров. Корректор субтитров.